Ну что, Илюша, я рассказала свою часть, теперь почитай нам, пожалуйста, стихи. Мы понаслаждаемся. Они всегда мне остались. Спасибо, Аня, это очень интересно. Я хочу добавить несколько слов. Обзоренное большинство поэтов распределены они по эпохам. Эпоха романтизма, класситизма. Энгель Диккессен не входит, нельзя ее вместить в рамки какой-либо эпохи. Она настолько современна, что даже иногда отрыв берет. Насколько она современна. Несмотря на то, что писала она в середине XIX века. Мне это говорила о любви. Особенно любви у меня никогда не было. Но насколько это пронзительно, насколько это, опять же, современно. Я несколько почитаю. Песня. 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 Александр Васильевич Жомнин, он переводит до сих пор, ему больше 90 лет, до сих пор переводит его на украинский язык. И говорит, мне плевать, он публикует это все. Нет, главное, что я больше всех перевел во всем славянском мире, во всем славянском языке, я перевел больше всех. Это слова учительства. Это слова Александра Васильевича. Кто наслаждения не искал, его не ощутит. Где воздержание держит верх, там и веноки свет. Мечта близка, но не дойти, тем не сладка она. Чуть ближе и в реальный мир душа покрепена. Эмили Тикенсон говорил удивительную вещь. Зачем растаскивать, зачем вообще, зачем писать длинные стихи, когда все, все мировоззрение можно уложить в 8 строчек. Ее стихи очень концентрированы по мысли. И вот они действительно 8, ну может быть иногда в редких случаях больше строчек. Опять же о любви. Тебя любила я всегда, скажу верней. Я перед тем, как полюбить, жила в черне. Обречена я на любовь, и с ней обручена. Любовь есть жизнь, а потому бессмертна и она. Необъяснимо наше прошлое. Вглядись в его лицо однажды, и благородство, и бесславие, наверное, там увидит каждый. Но плохо будет безоружному при встрече с ним, пусть ненароком. У прошлого удар не тот уже, но бьет она порой жестоко. Как знать, насколько ты велик, пока не кликнут встать. И можно до небес расти, и жить себе подстать. Геройство в будни бы ушло без шумной суеты. Не будь из нас любой сагбен от страха высоты. Включим, собственно. Блаженство растворится вмиг, и свет сотрется вгла. А боль, она не улетит, бескрыт, тяжела. Тут говорилось о том, что как раз на ее жизнь пришлась эта страшная гражданская война. Она, конечно, не могла не отразиться в нее в поэзии. Но послушайте, как это отражается. Что стоит за этими словами? Насколько это глобально? И кого вообще считать победителем? Успех в цене особой у пасынков судьбы достичь. Без этой жажды его не знали бы. Солдат в бою добывший у супостата флаг не ощутит победу, как тот упавший враг, что, умирая, слышит, превозмогая жар, далекий властный голос ликующих фанфар. О себе, она очень много писала о своих переживаниях, о ее контактах с Всевышним, с окружающим миром. Покоем дышит мой вулкан. И следуя молве, там птицы мирно гнезда бьют в некошенной траве. О, как пылают камни в нем, и лава в ста шагах. Прорвется разум и вползет в мое сиротство страх. Наверное, память – это дом. Там крыша есть, фасад. И неисхоженный чердак родного хлама, склад. Еще имеется подвал бездонный. Но смотри, не позволяй себя увлечь тому, кто там внутри. Путь в мир из нашего кругой, как страхи малыша, при мысли, что там за холмом, и мечется душа. Разочарует ли меня безвестная страна, куда дорогую во рвах приду совсем одна? У меня очень много стихотворений. Именно такие вот, где она мечется, она сомневается, она мучается. Есть богоборческие совершенно стихи, а есть совершенно одухотворенные. Я думаю, что это отлежало печатать на то, как, в общем-то, отражается ее творчество, и как пропагандируется ее творчество, так можно сказать, в этом городке. Нам повезло, у нас где-то был пошелой мужчина, он сам гид, и он же ученый, да, он пишет книги о ней. И я его спрашиваю, Грек, по-моему, да? Да, нет, Грек это хозяин. Он вообще его зовут. Нет, Грек это наша курсовая. Это курсовая. Казенджи. 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 Грек, это... Я говорю, Грек, как так получается? Штамель и Диккенса, это величина, не только американская, это всемирная величина, и в этом маленьком городке, где, собственно, ничего больше такого знаменитого не прорастало. Почему на каждом шагу нет ее портрета? Почему не устраиваются фестивали, конкурсы? Почему этого нет? Я говорю, приезжаешь в Прагу, и там на каждом шагу на тебя смотрит Кавка. Приезжаешь в этот, под Вену, как это, в городе, где Сальцбург, везде Моцарт по тебя смотрит. Почему этого нет? Вот такой у нас мэр, вот такой вот. Я говорю, ну вы же американцы, уже деловые люди. Почему так? Дисколько непонятно. Или хоть один американский президент посетил этот дом? Не один говорит, а этот говорит, и тем более не приедет. Это точно. Это совершенно непонятно. Может быть, это в каком-то смысле, может быть, это месть церкви. Может быть, и так. Знаете, что я думаю, что достаточно того, что эти, вообще надо сказать, что это чудо, что эти стихи вообще до нас дошли. Потому что с тем отношением, которое у самой поэтессы было к стихам, к ее, вполне могло случиться так, что это все полетело бы в камин когда-то, и просто бы ничего не дошло. Но, тем не менее, не случилось этого. Мы имеем на руках достаточно много стихов, там 1300, кажется. И массу монографий, и массу всяких сейчас, вот я еще раз говорю, что действительно много о немы сияло. Ну, такой она поэт, что она не для всех. Понимаете, не у всех такое мировоззрение. Не все хотят слушать стихи про смерть. Не каждый радуется смерти. И так далее. Тем не менее, и такие есть, как она, и так ведущий мир. В общем, есть всякие люди по-разному воспринимающие мир. Конечно, веселье в ее поэзии отсутствует, на прочь. Но это не значит, что она пессимистическая поэзия. Она на самом деле очень утверждающая поэзия. Просто она духовная, она не об этом мире. И, например, вот я держу в руках книжку. Можно? Ее знают. Ее изучают сейчас в школах. Ее знают. Кого не спросишь американцев, Амелья Дикисон знает, потому что ее заставляли учить в школе. В общем-то, Роберт Фрост, я бы сказал, не Роберт Фроста, и Амелья Дикисон тоже, в общем-то. И нет, сам Грэд говорит, что там за сезон, как он сказал, где-то 14 тысяч приезжают туристы. Очень много из Юго-Восточной Азии. Да, азиатр, много иконцов. Вот, ее знают. С высоким интеллектом, кто знает и ценит и и чтит. Людей с высоким интеллектом, кто знает и ценит и и чтит. Своих писать. Я еще почитаю, с вашего позволения. Я силы собрала в кулак, пошла на мир без лад. Была слабее, чем Давид, но и смелее сто крат. Метнула камень, но, увы, повержена была. Велик был слишком, велик был слишком Голиаф, когда сжились мы с темнотой, когда вдаль уходящий свет, свечи невольно погасил простившийся сосед. Уйти в непознанную ночь, опасливо шагнуть, затем глаза сольются с мглой и не пугает путь. И только разума, закат, чернее тьмы любой. В нем не увидишь ни звезды, ни луны блик. Порой сойдутся вместе смельчаки и рвутся на пролом слепую, падая сто крат, но ударяясь лбом. Бесспорно зрячими они встают, и ты их сумей однажды полночь приручить, и жизнь пойдет прямой. Они очень оптимистичны. У нее стихи, знаете, как рыцарские какие-то, у нее такое чувствуется, душевное рыцарство. Такая вот... Ну, в общем, действительно, это удивительные стихи, потому что ведь это все-таки пишет женщина, надо помнить, какого круга женщина, и в ней женское там тоже присутствует, но там очень много чисто философского. Я об этом тоже почитаю из Ильи из книжки. Ильи вот такая чудесная книжка, переводок американских поэтов, это Илья мне подарил. Вот, здесь много разных других поэтов, но я почитаю вам потом, Эмили Диккенсом, помедленнее немножко, чтобы вы расслышали каждое слово. Так это все по мыслию. Другие нынче топчут сад, и грунт взрыхлен рукой иной, и грустный трубодур терзает мой покой. Другие дети на траве, иных надгробий рядом, но возвращается весна, и вечен снегопад. Нечаянная встреча мечтали, знали бы, что раз в столетие промах такой вот у судьбы, капризной старой скряги, как золото медас, она вся копит счастье, не замечая нас. Такая горькая самоирония, у нее очень много стихотворений. Ну, а человеческой жадности, не знаю, корысти, зависти, это вечно, вечно. Уже обычно видится колье на праздники и даже на прогулки, но правильной цены никто не даст, когда она упрятана в шкатулке, а у витрин глядит на жемчуга убогая толпа, в тоскливой муке, страшась, что это не ее добро, вдруг перейдет в другие чьи-то руки. В 19-е, в 19-е, в 21-е год, все одно и то же. Век, конечно. Из ниоткуда в никуда брела я наугад, споткнуться, сгинуть не беда. Мне было, в общем, все равно вперед идти, назад, когда же уплывала цель за жизненный обрыв, чтоб там бесплотно сесть на мель, я ощупью спокойно шла, слепой глаза закрыли. Жизнь угловатая дорога, рассудок ей неведом, хотя она его и манит, и водит следом, и мы ступаем, как и прежде, по собственной неволе, по той наезженной дороге, из предрешенной боли. Это стихотворение, как бы, письмо потомка. Оно такое бесхитростное, такое простое, но в то же время очень задевает. Я не знаю, до сколько мне удалось передать, передать. Это послание миру. Меня он услышать не смог. Рассказанной природой каких-то несколько строк и приютят руки из будущих дальних дней. Матомки мои родные, будьте ко мне добрее. Нет, он уже говорил, что я была совершенно все равно. Буду я опубликовать при жизни? Не будет. Не будет. За всю жизнь я опубликовала где-то семь секретарей. Восемь секретарей. Семь или восемь секретарей. Нет, она не просила даже об этом. Вот как она, собственно, об этом пишет. Опубликация. Публикация продажа разума с торгов. Оправдание этой блажи, нищета. Таков наш удел. Но это дельце вовсе не к лицу. Выйди белым из коморки, к белому творцу. От него все наши мысли. Он владелец их. Мы же только воплощаем даренное в стих. Милость ставим на продажу. Кто тому виной? Но хотя бы не порочьте. Белый, Божий дух ценой. А это о поэтах. Под силу это только им, поэтам. Впрочем, нет. Заставить вдруг, вдруг благоухать любой пустой предмет. Что без толку у наших ног валяются в пыли. А мы досадуем потом, что мимо вновь прошли. Почем сегодня и добро? Поэтам не вдомек. И сколько ни кради ему, и вдоль, и поперек. Ты все равно, как ни верти, безбожно обделен. Поэты есть. Наследство их всегда, не всех времен. Мне так говорилось, что очень сложные отношения были с уважающим миром. Она, собственно, отделилась от них, от своих родных. Ее не понимали, ее считали иродивой, и кем угодно. В общем-то, она внешне очень спокойно к этому относилась, но в душе душе очень переживала. Я не взропщу, когда к ответу однажды призовут меня мои родные и в гордыне, и в отречении меня. Скажу, как есть, и станет легче. Да погублю я эти миф. Предательство имеет голос, а мой в слезах давно затеян. Родных теряем. Каждый уходя берет частичку нас в морской прилив, как за ночь поглощает всю луну, сперва ее до серпа, истанчив. Опять же, о своем затворничестве. Арчи написал песню на этот перевод и исполнялся. Ты есть там этот фильм? Я про это скажу чуть позже. Можно я почитаю? Нет, как читаю, читаю. Сейчас не будет. Душа себе выбрала друга и дверь на забор, а те, кто из близкого круга исчезли с тех пор. Карета подъедет к воротам, в поклоне король и пусть. Да и мало ли кто там, и ее не неволь, она мне знакома. Поймите, прийдет ей толпа, а створки закрыты, в граните ее скорлупа. У нее очень короткие, есть длинные, правда, есть, но в самом короткие, даже есть много состоящих из двух строчек. Вот такая вот страшная, страшная стихотворение, я бы сказал, всего две строчки. Какой же будет полночь там, где что ни утро, ночь. Я даже на украинский перевел. Я даже опивничь буду, и вот их, для кого рано, как ничь. Вот. Это стихотворение, любой сериалист, я думаю, что себе локти сгрызет. Это писалось в 19 веке. И женщины. А? И женщины. Субтитры создавал DimaTorzok